На прямой связи со студией политолог Орхан Набиев, Орхаман. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот сегодня в Баку была организована международная конференция. Как вы могли слышать, темой конференции стала незаконная оккупация Франции острова Майота. Как вот такие мероприятия, которые прошли сегодня в Баку, помогают в борьбе с неоколониализмом? В первую очередь давайте с терминами определимся, потому что оккупация и удерживание – это немножко по международному праву отдельная терминология, потому что Франция сохраняет Майоту как свой департамент, а не как оккупированную территорию, потому что, значит, Каморские острова, они освободились от французского колониализма в 1975 году, но Франция удержала Майоту как департамент. В принципе, она не оккупировала, она уже была частью Франции, просто Франция не освободила Майоту, это из-за геополитических и геостратегических контекстов, потому что Франция имеет там военную базу, имеет выход в Индийский океан и в Африку тоже. Но при этом нужно уточнить один момент, что национально-освободительные движения Майоты и, в принципе, международная резолюция ООН, которые были приняты и в 1975 году, и далее они были за то, чтобы Майота вошла в состав Каморских островов. И при этом Франция ставила несколько раз вето на резолюцию Совета безопасности по Майоте. В принципе, здесь коллизия о том, что называть это оккупацией неправильно, но это можно назвать насильным удерживанием и не согласен с тем, чтобы Майота стала частью Каморских островов. В принципе, во время референдума 61% жителей Майоты в 1975 году, они были за то, чтобы быть в составе Франции, но на данный момент ситуация меняется, потому что меняется и демография Майоты. Сейчас в Майоте 95% мусульман, и они не хотят быть в составе Франции, хотя Франция выливает туда огромную сумму денег для того, чтобы удержать этот остров как свой департамент. Под своим влиянием. В принципе, на данный момент от национально-освободительного движения Майоты очень интересно сотрудничает с Каморскими островами. Очень много приезжих из Камор, которые уже полностью поменяли и демографию. И на данный момент, да, Майота хочет выйти из состава Франции, несмотря на то, что это будет очень большой экономический коллапс для самого острова. Но при этом остров вместе с Каморскими островами, войдя в Каморские острова, может как-то выкрапкаться, и при этом международная организация, международное право, такие страны, как Азербайджан, могут помочь Майоте для того, чтобы они полностью восстановились. Да, действительно, Урхамер, ведь, допустим, вот сегодня между комитетом Маоре и Бакинской инициативной группой был как раз-таки подписан меморандум о сотрудничестве. Вот как вы и говорили, комитет Маоре нацелен на возвращение острова Майота в состав Союза Каморских островов. По-вашему, Урхамер, какие еще инициативы могут помочь маоританцам донести до мира свою правду и свой крик? Из-за того, что некоторые колониальные, так скажем, постколониальные территории находятся вне взора большого мира. Допустим, когда российский, так скажем, российский колониализм распался, я имею в виду сначала Царскую Россию, потом Советский Союз, так как мы были близки к Европе, мы были близки к миру, мы были в центре мира, до нас международная организация, международное сообщество, быстро пришли. Учитывая то, что у нас ресурсы, мы из-за того, что мы находимся в сердце Евразии, не только мы, я имею в виду и стран Центральной Азии, и стран Восточной Европы, а такие маленькие острова, они не замечены, они потеряны в океане. Может быть, через 10 лет из-за глобального потепления они даже могут остаться под водой. И на данный момент этим странам, учитывая и глобальное потепление, изменение климата, и из-за того, что они вне взгляда большого мира, нужно максимально работать с этими странами, с этими островами, для того, чтобы они были услышаны. И нужно их голос, значит, взять их голос и показать всему цивилизованному миру, печатать их, делать конференции, как делает Азербайджан, проводить очень много сессий в полях международных саммитов, во время встреч международных организаций, во время Генеральной Ассамблеи ООН. Это повлияет очень сильно на деколониальную атмосферу, не только во французских постколониальных территориях, но и английских постколониальных территориях, и других колониальных государств, которые на данный момент хотят обрести свою независимость. Да, Юр Хоман, и финальный такой вопрос, все-таки он остается открытым, и до сих пор многие эксперты говорят разное мнение по этому поводу. Почему все-таки Франция, вместо того, чтобы придерживаться своего же лозунга «свобода, равенство, братство», продолжает вот эту неколониальную политику в 21 веке? Ну, «свобода», «равенство», «братство» – это эти слова, которые были в 19 веке, в конце 18 века, в начале 19 века. Это были слова для граждан французского королевства, потом для французской республики. Они никак не относились к заморским. Знаете, колониализм – это такая вещь, что приходит белый человек из Европы, и одной нации говорит, что ты хорошая нация, а другой нации говорит, что ты плохая нация, потому что вот сопротивлялись наши оккупации. И это международная политика, это двойный стандарт, тройный стандарт, четырехкратный стандарт, с которым Азербайджан сталкивался. И мы это видели на своей шнели, мы это через это сами проходили, и через это сейчас проходят другие страны тоже. Это большая политика, там такие слова, как «братство», «равенство», они не работают, там не работают интересы, интересы, которые не меняются. Интересы, когда поменяются, тогда поменяется риторика тоже. Спасибо большое, Орхан. Спасибо за подключение, за ваши ответы. Напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был политолог Орхан Набиев. До свидания. Спасибо за приглашение. Вам спасибо.